Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберце. Итоги минувшей недели подвели руководители структурных подразделений и органов власти. По традиции встречу провел глава Владимир Ружицкий. Еженедельное совещание главы в этот раз началось с минуты молчания. Владимир Ружицкий выразил свои соболезнования семьям погибших в автокатастрофе 11 февраля. Вы все слышали вчера трагедия, разбился самолет, вылетевший из Домодедова. И здесь недалеко от нас, в Раменском районе, к сожалению, там и жительница Люберец, сон Ульяна Дмитриевна. Это и вводится в подобные минуты. Давайте почтим минуты молчания. Память, кто погиб. Далее на совещании об участии в поисково-спасательных работах на месте крушения самолета Ан-148 отчитался руководитель Люберецкого гарнизона пожарной охраны Павел Иванов. Вчера личный состав 232-й пожароспасательной части был направлен на место катастрофы самолета для проведения поисково-спасательных работ мероприятий. Сейчас подготовлена смена, личный состав меняться будет на месте, также будут отрабатывать на месте. Об итогах недели в сфере дорожного хозяйства, уборки снега и в частности о проблемах пропускной способности в ЖК Люберце отчитался Егор Бунтин. Администрацией городского округа и министром транспорта и развития дорожной инфраструктуры Игорем Борисовичем Тресковым принято решение о выходе на маршрут 12.32 к метро Выхина Он отметил, что ежедневно проводится мониторинг территории на наличии транспорта и своевременное обслуживание жителей этого комплекса. Также о недельных итогах работы сотрудников правоохранительных органов доложил Евгений Романцев. С прошедшими снегопадами очень много ДТП. Сотрудники ГИБДД оформляют. Было оформлено 576 ДТП за неделю. Из них 4 пострадавших. Вчера были также выделены 2 экипажа на оказание в Раменском районе катастрофы. Мы выехали до экипажа ГИБДД для того, чтобы обеспечить безопасность и сопровождение этих машин МЧС и пожарных на прибытие к месту происшествия. На совещании отметили также, что жители активно обращались на горячую линию 112. В основном рост показателей по сравнению с предыдущими неделями связан с неблагоприятными погодными условиями. Всего было 9197 обращений. Мария Антонова, Александр Богданов и Никита Скраган. Телеканал ЛРТ.